Ну что, друзья, приветствую всех любителей Стеллариса, ну, в целом, космических приключений. Мы продолжаем с вами играть за человеческую, нашу людскую империю, и вспомнить бы мне, лично мне, ну и вам, наверное, тоже интересно бы, ну, не помешало вспомнить, чем вообще в прошлой серии занимались. Тут же я вижу превышенный размер государства, а я даже знаю из-за чего, потому что в последней войне с этими молодыми людьми, Херал, бра-бра, 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 короче, проще, наверное, их будет называть, поборники чистоты, точно, поборники чистоты. Мы у них отвоевали три системы, у этих товарищей летоидов, две из которых это пустынные миры, на которых нас не поселить людей, вот. А если поселить, то роботов, то они у нас не прокачаны, а если нас, то у нас приспособленность, она вроде как, ее можно вкачать, но она у нас не вкачана. В общем, что сделать с этими мирами, я слабо понимаю, видимо, можно, наверное, ограничить увеличение населения, да? А, во-первых, нужно прекратить миграцию, регулирование, значит, миграции у нас, у наших, да, у наших людей, у роботов она и так отключена, и у рабов наших. Все, теперь они не будут между мирами перемещаться, правильно? Правильно, видите, все, нет миграции. Так, и помню, помню из совета в комментах, в наш новенький мир-кольцо переселять кучу наших, кстати, тут можно ремонтировать гражданские предприятия, поселить кучу рабов, людей, в общем, качать этот мир. Например, стоит ли переместить сюда нашу столицу? Не знаю, не знаю. Вот, а также литоиды, литоиды, они же литоиды, правильно, а литоиды имеют бонус-буст, тупо, где же это пишется? Вот, приспособленность, сверху написано, плюс 50, то есть, вот, допустим, где континентальный мир у них приспособленность всего 20, ну, плюс 50, и того, как бы, солидно, получается, 70. То есть, они на наших континентальных мирах, в принципе, могут как рабы работать. А это значит то, что в наших мирах нужно построить энергетические... Они бы смогли в энергетических районах работать. Рабы, 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 как это проверить? Хрен их знает. Ну, как фермеры они точно умеют работать? Как... Да, давайте проверим, что мы. Правда, ведь энергетические районы давайте мы построим здесь, пускай две штучки. Вот здесь нужно еще и территорию расчистить. Почему именно энергетические районы, я думаю, не нужно говорить, потому что энергия, кредиты, это, ну, считай, валюта основная. Да, как бы, что бы ее не заработать. Так, что еще у нас есть? Уже куча-куча вкладок, которые, допустим, в космические базы можно прикрыть, чтобы я чисто кораблями мог манипулировать. Хотя только два первых вида, вот, блин. Так, а что я хотел? Хотел... Что может военное положение вот так вот сделать? По солдат, да? А сол... Подожди, по-моему, может у нас... Нет, я что-то такое проверял. По-моему, может у нас солдат, раб быть солдат. А ну-ка, давайте военное положение. Опа! Итак, давайте, допустим, месяц пройдет. Не работает солдат? Не может быть. Ну, а кто жнал? Ну, а кто... А кто знал? Ну, а кто знал? Никто не знал. А чего нам хоть это дал-то, не пойму? Только одни минусы. Супер. Ну, ладно, тогда регулирование численности просто сейчас запихнем сюда. На эту иноту. Кстати, вы предлагаете название в комментариях для этих миров, если вам вообще интересно все это. Вот, а наш мир-кольцо, я уже... Могу ли я переб... Да, могу. Чуть не нажималось. Я назову просто изобилие. Потому что... Потому что буквально один район с сельским хозяйством дает пищу 120 яблочек. Мое почтение. А тут также и, значит, технологии, и товары массового спроса можно получить. Ну, просто идеально. Просто. Просто идеально. Правда, для этого нужны редкие ресурсы. Например, науку я бы раскачал только так, но нужны экзотические газы. А имеются ли экзотические газы где-то у нас на карте? На карте, на карте. Что-то я их не наблюдаю почему-то. Кристаллы вижу редкие, а газы не вижу. Ну, да, действительно нет. Тогда мы, может быть, кого-нибудь закупать их будем. Почему нет? У нашего соседа я уже вроде как проверял. Тут нету ничего, никаких газов. У них особых. Да, они, наверное, не захотят с нами торговать этими газами. Они же редкие, как-никак. Вот. А, еще есть планета. Континентальный мир с размером 18. А, давайте мы поглядим. 18 размер. Это такой нормальный. Правда, тут районов энергетических мало. Но, как бы, какие проблемы. Мы сейчас просто займемся эту систему и будем строить научный мир, допустим. Научный мир. Я ж хотел. Вот и все. Правда, мир кольцо подвернулось. Но тут еще непонятно, как мы с ресурсами раздремемся. Так. А, пираты. Это у нас пираты имеется. Мы сейчас берем. Они уже идут на пиратов. Хорошо. Пошел наш флотик на пиратов. Мы это все улучшим. Починим их. И все будет четко. Тут строительный корабль строит. Что у нас где еще? Тут строительный корабль прогладывает путь к нашим новым территориям. Изучает тут всякие системы. Что-нибудь. Кстати, тут нету прохода между нашими соседями. Так что тут переживать не стоит. А вот здесь. Вот здесь. Сейчас будет мега битва за территорию. Поэтому давайте изучать систему. И нам нужен свободный строительный корабль, чтобы он успевал строить. Ну, ну вот ты кто? Ладно, если что, он быстро подпрыгнет, и все нормально будет. И еще один научный корабль делает мега-мега-пыржочки. Давайте его, наверное, будет всякие проекты изучать. Аномалии, там проекты, все так. Вот так. Нормально, разобрались. Так, транспорт, выпускай. Не знаю. На нем уже содержание какое-то имеется, правильно? Содержание. Поединички на каждого. Подожди. Это получается много? Расформировать. А, их можно просто высадить наверх. Высадить же есть. И тогда, получается, мы в мир кольцо можем просто высадить войска, и пускай они там сидят. Правильно? Правильно. Ну-ка, высадить войска. Или я что-то не понимаю, или их нельзя высадить? А, высадились. И теперь куча армий у нас здесь. И если будет восстание, наша армия тупо сейчас их... Да, 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 убьет. Я бы поставил здесь район, район, городской сегмент, чтобы блага нам делал, потому что здесь преступность. Боже мой, преступность, да? Ну, пускай блага, тем более рабочие места появятся. И можно будет всяких людишек сюда переселить. Да и не только. У нас пустынных миров, наоборот, отсередить. Галатеатры мы должны сейчас тут разрушить. Красиво. Кстати, а им же можно что-то такое сделать, переговоры. Вот, распределить роскошь. А я уже это делал, кстати. А сейчас этот эффект пропадет, еще хуже будет. Прикольно, прикольно. Какой-то мега... Ага, это торговцы. Кстати, торговцы такие могут продавать редкие ресурсы. А ну-ка, контакты. Анклав торговцев. Не продаете ли вы экзотические газы? Уф, красота. Давайте, давайте единичку купим. Так, они... Это мы, получается, уже выкупаем их единичку. Ну-ка. Да, уже выкупаем. Отлично, отлично. Тогда мы сейчас берем. Берем. И в изобилии, помимо городского сегмента, мы строим научный сегмент. А подожди, 2. 2. 90. Ё-моё. Что-то я... Вот так можно купить. Купить же можно, да? Тебе... О, только копейки вообще стоят, считай. А, кстати, нужно вот эту всякую пищу продать, потому что я тоже читал, что её копить нету смысла. Ровно как и товары массово, просто нет смысла копить. Я думаю, ровно... Нет, минералы всё-таки на постройку, они помногу тратятся. А сколько у нас накоплено? 15 тысяч максимум. Так, мы берём, покупаем вот так вот. И как-то можно ли контракт с ними поменять чутка? Отношение минус. Аааа, так, подожди. Вот так. Вот так, плюс 10, нормально, подожди. И тогда у нас минус 5. То есть отношение у нас всё равно хорошее будет. А подожди, сейчас уже... А, нет. У нас сейчас эти шахты-то... Какие шахты, к чё я говорю? Эти... Энергорайоны же построятся, и у нас будет нормально поэнер... Всё, не переживаем. Всё нормально. Всё нормально, нормально. Генные клиники готовы. Тоже полезная вещь. О, да-да-да. Очень размер государства влияет. Чё бы я хотел? Я бы хотел... Космические базы, может быть. Не пускай, самое дешёвое пока будем изучать. Капец, 24 месяца на 2,5 тысячи. Всего-то. Так, пираты. Друзья-пираты, да вы нам как бы не друзья. Всё, давайте их разваливайте, и нормально. Ай, конпетент. У нас же сейчас торговля поправится тоже, когда мы пиратов-то убьём. Ну, всё, сразу в плюсик вышли. Нормально. А, и, 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 мне нужно, знаете чё? Давайте вы не будете просто так вот сделаете, да? Я бы хотел как-то вас разделить, чтобы было 5 корветиков, чтобы они чисто курсировали по планете, торговлю защищали. Во. Так, вы, друзья, лично вы, сейчас я вам назначу. Во. И всё это делайте в патруле. Ну всё, патрульчик готов, нормально, машинки выйтили. Чё-то там талант какой-то мы получили. Так, и, наконец-то, мы можем админ здание ещё одно построить, чтобы у нас не было никакого лимитика. Смотрите, я уже начинаю потихонечку наших рабов переселять, потому что... Подожди, а могут ли рабы... Да в техниках вообще на изи могут работать в техниках, хорошо. Хорошо, но это не роботы, как бы, начальные. Так, химзаводы могут нам давать летучие пылинки, у нас рабы летучие пылинки дают, нам это особо не нужно. Ну чё, чё, ну военную штуку будем исследовать, чё нет? Во, и как я до этого закупился, научный сегмент суда. Оп, 600 дней, подожди, 480, ещё побыстрее. Не знаю почему, но какие-то бафы есть на это, иначе хорошо. Так, преступность, а, а, у нас куча-куча видов деятельности открылась, потому что куча клерков, эти куча клерков будут производить нам кучу торговли. Поэтому клерки могут работать клерками. Мы со всяких неблагополучных земель, по типу таких, отсылаем в наш новый мир изобилие, на свободных челиков, да? Не, в целом-то мы можем на этих, наверное, планетах строить энергетические районы, чтобы чисто рабы работали. Да, и не улучшать эти колонии, как бы, до нормальных территорий, чтобы здесь не нужны были править. Тупо выкачивать ресурсы, получается, нифига я придумал, чё, приятно. Только стабильность у них будет всегда низкая, а если низкая стабильность, то виды деятельности, как бы, минус, да? А едят они, как бы, всяких товаров массового пользования нормально. Ммм, объединение рабов каких-то, неплохо, неплохо вы, ребят, придумали. Объединение рабов, это вот в этом, да? А стабильность минус 2, куда ещё ниже-то стабильность? Нет, походу, не получится так просто. Чё, армию сюда посылает, да? Понимаю. А могут ли роботы быть солдатами, скажите мне? Не могут, не могут. Уровень технологий низкий, да? Но, блин, чё делать-то теперь, а? Кошмар какой. Может быть, отсюда, там, переселить этих восставших? Или нет? Лучше, наверное, нанять здесь армии побольше. Давайте мы наймём несколько армий здесь, и если чё, они от деф. Я, по крайней мере, надеюсь на это, потому что тут население небольшое относительно. Вот проблем все нажали, а? Ммм, традиции. Следующей традиции я возьму, наверное, подавляющую силу, а после неё возьму великую игру, потому что... Потому что космическая база, мы будем дефаться тупо базами, потому что проходик сюда закрыли, заложили, всё, тут уже он не пройдёт. Здесь, ну, на самом деле, мы хотим всё вот это забрать себе и заложить где-нибудь здесь проходить. Ну, как, короче, получится, так и получится. В общем, границы держать свои на замке. О, и у нас теперь эта планета, как бы, в нашей... в нашем владении. Никаких мега-особенностей нету. Колонизировать человек у меня нет фантазии. Влажный мир. Как же тебя назвать, Юна? Ммм, блин, и планета... Система такая какая-то безжизненная. А, ладно, не буду над этим думать. Обязательно предложите название этой планеты в комментариях. Так что её можно же переназвать. Мы это знаем доподлинно. Так, научный корабль, давай изучай дальше на здоровье системы, которую мы будем застраивать. Где у нас на... у нас наш строитель, не понял. Вот он. Как же он долго летит, какой кошмар. О, терраформирование планет. Это вещь хорошая. Это вещь полезная. Есть ли у нас планеты, которые можно терраформировать? Планировщик экспансии. Есть, есть опустошённые миры, которые можно вполне себе терраформировать. Какой-то даже с особенностями для минералов, что-то такое. Давайте мы это качнём, потому что это вещь крутая, насколько я понимаю. Всё, 55 месяцев. 55 месяцев, какой кошмар. Какой ужас. Что у нас в журнале? У нас свободный научный корабль. Какие-то мега... Мега изучения, наверное, можно чего-нибудь. Роботизированная верфь. А, нет, это строительный корабль нужен. Сейчас у нас строительные корабли вроде как заняты. Предтечи, пожалуйста. Предтечи, я как понимаю, что-то... Проект уже исследован. Нет, я не понимаю. Ну хорошо, исследован так исследован. Неужели нам нигде на суперзадания не нужны? О, научный корабль. Позитронная бомба. То, что нужно. Где это? Это вот здесь. Смотри. Сейчас тебя отправляют. Ты делаешь такое мега открытие, что просто все мы на Земле ахаем, а потом после этого охаем. Вот всё. Буду ждать всё. Напиши на пейджер. Галактическое сообщество. Фу, я об этом только слышал. Сообщество голосует за какие-то вещи. Я это раньше не видел. Кстати, у нас сейчас... Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами не виделись. Приятно повидаться. Может, что-нибудь продадут нам. Или мы им продадим. И у нас еды куча. Этот рынок... Рынок, говорю. В общем, галактическое сообщество, как ООН в Реале, голосует за всякие вещи. Например, галактический рынок. Мы, пожалуй, забудем. Закон о охране. Тиянки. Что это? Наверное, путешествующие эти медузы. Блин, вот это. Это тиянки? О, да. Это она. Если её убить, по-моему, там какие-то минералы. Поэтому щитный сготовку, то всякие содержания. Плюс флотилии вместимости. Ну ладно, пускай. Пускай. Хрен с ним. О. Цивилизации всякие. Здравствуйте. Это кто? А это такие же... О, их несколько, что ли? Такие же челики, как у нас вот здесь были, да? Какие-то такие неприятные, которые, да, они будут просить. А, кстати, мы их не можем развалить? Нет, 10 тысяч. Нет, такое мы пока потянуть не можем. Так, что по поводу торговли, господа? Кредиты, конечно, всем нужны, но нам в особенности. Так, создатели федерации, это наши вот они соседи. Кто к нам хорошо относится вообще? К нам хорошо относятся империалисты-гегемоны, потому что мы, собственно, такие же, прямо скажем. Ну, давайте, какие-то, какие-то одноглазые. Что по поводу торговли? Торговая с... Это... Мы хотим вам продать, между прочим, пищу. Пища вещь полезная. А за это энергокредиты. Сколько вы готовы заплатить? Немного, да? Вот, 36. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Все, когда... Когда тысяча, вот же они типа не хотят уже. Так, и мы вам за это дадим за 39-то. 39 энергокредитов. Мы за это вам отдадим 30 пищи. Опа. Ну, тупо обули неразумных органиков. Хотя, подожди, мы тоже органики, да, считаемся? Ладно, тогда я молчу. Тупо обули. Кого еще можно тупо обуть? Вот еще. Империалисты-гегемоны, очередные. Торговое соглашение. Энергокредит. А, они уже... Вот у них вообще плюс 5. У вас очень все плохо с кредитами. Хорошо, понял? К вам не обращаюсь. С кем еще можно побалакать? Вот с ними. Ну-ка. Ну, у них немного всего пятерик, да? Всего пятерик. Ну, давайте на пятерик-то и можно и так. Пожалуйста. 4, 5. В общем, таким методом можно бота обуть, раздеть. Все, опустошение. Ну, да, ну, да. Низкая стабильность, да? В системе, хотите сказать. Как это фиксить? Хрен он знает. Полицию, полицию нагнать, полицию. А как мы сюда полицию-то нагоним? А хрен он знает, как мы сюда нагоним полицию. Теперь формировать нужно это все и все. Ну, ладно. Ну, пускай. Ничего не производят. Так и пускай ничего не производят. Мне плевать на них. Так, аграрный мир кольцо. Уже, уже, подожди. У нас очень сильно преступность здесь. Хоть и наука тут у нас качалась, да? Преступность просто жестко. Нужно как-то это фиксить. Пересидеть сюда кучу народу и поставить мега-палец из участок. Так, изобилие. У нас где-то есть, вот, население в кран-принце. Из кран-принца мы сейчас. Или можно отсюда, например. Клик нет. Они делают тут полезные вещи на планетах. Так, аграрный мир кольцо. Давайте мы сейчас возьмем, поставим сюда. Ой, я уже забыл, что хотел. Полиция, полиция. Полиция, афава, вот это вот. Минус 50 преступность. И оборонительная армия. Строим, нормально. Нормально. Причем, кстати, нам нужно, если вот перекинуть приоритет на силовиков, то как бы преступность упадет и все будет нормально. Поэтому нам нужно сюда просто население нагнать. Просто население. И наука, и у нас тут размер государства, бюрократов. Ну, все, короче. Тут туда нужно население нагнать. А нас, кстати, весь день населения не хватает. А можем ли мы купить рабов? А пока не можем, потому что рынок рабов, галактический рынок еще не основан. А галактический рынок, кстати, сенат. Видимо, когда вот эта вещь пройдет, уже будет голосование только после этого. Видимо. Давайте сюда посла пошлем. Мы, конечно, хорошо улучшили отношения, но пора и посла послать. О, сенат. Так, что за рынок тупо все? Все нормально. А мы можем? Подождать. Нет, все-таки я не буду тыкать, что-то делать. Все, сторонники. Мы на втором месте, кстати, по голосам. Мы мощные, мы жесткие вообще. Коммерческий пакт. О, наши соседи хотят коммерческий пакт. А что это вообще такое? Ценность торговых путей обоих государств. Пожалуйста, на здоровье. Так, подожди. А тогда получается мы с вами можем заторговать. Пакт о ней нападет. Так, 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 так. Сюда. Так. И ни на что они больше не хотят. Торговое соглашение. Есть ли у вас энергокредиты? Нет, они не хотят нам кредит вообще ни единичку давать. А вообще, ну их плюс шесть. Понял. Ну, что мы от не хотим? Сплавы, может быть, у вас есть. И сплавы есть, кстати. Так, и вы можете нам предложить девять сплавов. Ну, пищи у нас на всех хватит, правильно? Правильно я же говорю? Правильно. Сюда. Сюда. Все. Тридцать девять пищи, девять сплавов. Пожали друг другу тентакли. Кстати, заметьте, в одной пустынной колонии у нас уже стабильность типа нормальная. Ну, просто они тут, блин, кто тут живет? Два специалиста, два этих клерка. Ну, все. А тут, тут, в принципе, то же самое, да? Но, видимо, видимо, из-за радикализации рабов или из-за чего... Кстати, только сейчас вспомнил. Только сейчас вспомнил. Я людям хотел, знаете, еще установить права и уровень жизни социального обеспечения, чтобы побольше счастья у нас было. Нормально? Нормально? От высокого счастья вроде как высокая стабильность, а от высокой стабильности больше производства. Так что, так что у нас пищи просто миллиард. Правда, товары массового спроса, как бы, терпят, да? Но пища нормальная, товары массового спроса, ну да, не весело, не весело. Давайте мы здесь поставим заводик. Заводик, пароходик, вот-вот сюда. Они еще и наши исследования хотят. Ну, идеально, идеально. Правда, правда. Еще торговцы. Нормально. Так, что у нас по технологиям? По технологиям... Ох, ничего нормального нет. На самом деле, вообще, что, жилой район, может быть? Фабрика по очистке. Ну, вот это роботов мне бы, мне бы роботов. Давайте жилье городской район. Че уж. Даже мы вот эту штучку переназовем, потому что они как-то криво полетели. По-по-по-поли... Полиция. Вот. Вот это наши эти летающие корвитики, которые торговлю нашу защищают. Подожди. Все, да, все нормально с торговлей у нас. Так, терраформацию мы изучили. Можем ли мы терраформировать планеты? Самое интересное. Так, тундровый мир. А, нет, мне просто посмотреть на этот мир хочется. Вот так. Или вот океанический, допустим. 65 приспособлено, кстати, неплохо. Терраформ... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, так, так. Канти-пустынный мир. Нам бы континентальный мир. Вот нормально будет. Подождите, ребят. Так, у нас куча планет сейчас появится. Моя, почти. 60, этот, 13. Размер планеты довольно, довольно маленькая вообще планета. В мега-утопический мир мы не можем. Ну да ладно. Ай, блин, тут нельзя экологически адаптаться. Это какая-то нужна. Ай, чёрт возьми. Чёрт возьми. Ну да ладно. Тогда будем такие, не колонизированные, терраформировать. Континентальный мир, 2000, всё. Тю, это ради этого. Оба, всё. 1800 дней у нас на это уйдёт. Так какие ещё? Ой, мы сейчас все планеты терраформировали вообще. В континентальные миры все планеты. Просто даже если у нас деньги кончатся, а у нас они почти кончили. А, кстати. И да, с товарами массового спроса нужно что-то думать. Потому что уже как бы невесело. До чего дошёл прогресс? В мире кузницы мы вынуждены гражданские предприятия строить. Потому что вот это уже нереально. Это, конечно, всё не покроет. Всего 12 они будут производить. Ну, нужно что-то делать. О, колонизация. Отлично. Юнак, правильно? Правильно. А, не только началось, видишь. Чего я паникую? Вот зачем? Кстати, почему он в этот сектор определился? Непонятно. Вообще, на что влияют эти сектора? Я не понимаю. Зачем они вообще придуманы? Эти сектора? Где же, где-то же это... Вот планеты и секторы. Зачем они нужны? Тут, кстати, нет нашего пограничного сектора почему-то. Только есть земля. Основной сектор. Почему-то. Непонятно почему. Реально непонятно. Ну, блин, загадки, загадки. Не дня без загадок. Ну, кстати, хранилище ресурсов заполнено полностью. По еде. Товарищи, у кого есть товары массового спроса? Наш, наш друг, ближайший, может быть, у тебя есть товары массового спроса. Мне нужно прям, ну, буквально, вот так чисто. Ага, понятно, понял. А вы вообще их производите, простите? Плюс девять. О чем бы? Зачем я вообще с ним... Вот, дела какие-то имею. Экономика слабее нашей. А что у вас есть вообще? Если не товары массового спроса, вообще что? Ладно, просто, просто рынком. Подожди, а у нас рынок основан? Видимо, да, видимо. Подожди, рынок. Еще не основан. Подожди, а зачем мы голосовали, если он не основан? Мы же проголосовали, правильно? Правильно. Понять невозможно почему-то. Ладно, можно и так продать. Пять тысяч. Нормально, кстати, деньги. Вот, а на эти деньги можно товар массового спроса. Блин, как я сразу это и не понял. Вот так, пяти соточку купим и нормас. Ай, блин, вражески платили, видимо. Видимо, они со мной дипломатию открывали, а я взял и скипнул их на эскейп, да? Некрасиво вышло, господа. Давайте мы вам дань отдадим, пищу, пожалуйста. Все, улетайте, все. Нормас. Я уже думал, что все, все, игра потеряна. Просто так, строительные корабли научные. Генная модификация, господа. Да, мы сделали это. Генная модификация, это очень приятная вещь. Биологический путь мы для себя откроем. Админ лимит. Ну, вот это нужно всякое. Позволяет активно модифицировать генетические признаки рас в составе нашего государства. И самоодификация. Что? Спонтанно адаптироваться, чтобы выложить в неблагопорядных условиях. Вещь просто бомба. Качаем, естественно, качаем. О, галактический рынок. Четко, четко. Так, экономический рынок. Предложить один из наших миров для этой цели. Так, основание галактического рынка. Отлично. Была принята. Супер. Так, активация. Нет, реликвия клинок-охотницы. Это нам... Зачем это нам? Не нужно. Уйди. Так, как нам предложить выставить нашу систему как центр рынка? Решение. Решение. Что такое решение? У нас есть несколько лет для принятия решений. Я не понимаю. Решений. Ну, круто. Решение. А что нам решить-то? Может, нам планету открыть? Решение. Решение. Ой-ой-ой. Выдать планету. Тихо. Может быть, изобилие можно? Ой. Ну, кого еще есть? Мир-кольцо. Или как-как-как это называется? Я уже забыл. Да, мир-коль... У кого еще есть мир-кольцо? У нас. И у Майкла Джексона. Опа. Сюда. Так. Мы предложили. Приоритет слабый. И че? И че? И че? Запрос на выдвижение. Ничего не понял. Нам нужно влияние, наверное. Да, походу, нам нужно влияние копить. А как копить влияние, кстати? Смешно. Влияние. Фракции. Что вы думаете вообще? Вот это плохо о нас думает. Это империалисты. Довольность мы объявим соперником. Так. Кто наш соперник? Не понял. Вы наш соперник. Подожди. Почему вы наш еще не соперник? Может, они слишком слабы? Соперничество. Хуже некуда. Не можем. Так. Понял. То к нам еще негативно относятся. Поборники частот. Ну, это все. Там уже. Ну, они хуже некуда. Вот. Проповедующие изуверы. Минус 101. Где вы? Йондаро. На русском написано. Прикольно. Вот вы. Между наши. Где вы? Соперничество. Короче, мы не можем объявить ему соперничество. Портить отношения. Пожалуйста. Опа. Поехали. Если испортим, то вроде как нам, да, разрешат. Ой, с влиянием у нас все очень плохо. Мы тут гонку... О, боже мой. Мы гонку-то проигрываем на самом деле. Кошмар. Блин, а можно ли купить систему? Купить. Деньги купить. Ребят, вы не хотите продать нам систему? Наверное, нет. Не хотят. Им, видимо, самим нужно, потому что... Ну да, ресурсы. Ресурсы. Понятно. Договор о миграции. Наши территории обоих государств. Вопрос. Если нашей расе нельзя мигрировать, будут ли они мигрировать в соседние государства? Я думаю, нет. Но если вот это вот... Ну, как это назвать? Ну, в общем, нечто. Будет мигрировать к нам, я как бы рад, потому что это население. Ну, блин, я буду надеяться, что от нас никто не уедет, а к нам, наоборот, все будут приезжать. Поэтому, ребята, рабочие места, блага, все делаем. Причем активно. Так, у нас объявилась колония, наша юнак. Вы помните, наверное, да? Так, на нее нужно население. Населения у нас нету. Свободного нету населения. Хороший вопрос вы мне можете задать. Что делать? Что делать? Хороший вопрос. Бюрократический мир. Вот, блин. Ну, давайте переселять, наверное. Переселять со столицы, наверное, и отсюда. Будем переселять в наш юнак. А, в частности, шахтеров. Ну, так, чтобы у нас ничего не разрушилось, потому что такое возможно. Во, вот так вот. Так, и с процветания тоже, пожалуй, на юнак. Причем даже роботов, даже рабов можно. Давайте рабов. Рабов дешевле пересылать, потому что это рабы. Хорошо, юнак, у тебя уже, между прочим. Восемь, восемь населения, это нормально. Тормально, тогда мы... Ой, жилье, безработица, что-то я покоричился, по-моему, нет? По-моему, погорячился. Так, это энергетические районы суда. Это значит, суда мы что? Генные клиники суда. А, и еще в расах мы наших литойдов. Численность. Препятствует росту численности. Бум, суда. Хорошо. Все, нормально. Блин, вот он прилетел в систему и тут стоит. Как ему сделать? Черт возьми, патруль, я не понимаю. Я вроде как нажимаю все как нужно, а он все равно не патрулирует собака. Вот, вот что? Вот что с ним делать? Вот он и просто не патрулирует. Что мне делать с этим? Усилить, разделить, переместить. Я не понимаю, патруль. Покажите своим кораблям патрулировать между вашим текущим местоположением и местоположением цели. Во, просто. Ну просто, ну левой кнопкой мышки нажми, дебил. Ну нажми левой кнопкой мыши, попробуй. Я, я правый нажимал все время. То я правый нажимал, что? Вопросы? О, очки модификации роботов. Ну просто, просто праздник на нашей улице. Отлично. Мы и нас, и людей будем, ну в смысле людей будем улучшать. И роботов будем, и просто класс. Ой, красиво, красиво. Кстати, мы же наверное теперь рабов можем купить. И рынок-то готов. Что-то я вообще забыл про это. Рынок рабов. Нет, он еще должен построиться. Земля. В иллюминаторе. Земля, земля. Что-то не очень сильно у нас везет на движение к кандидатам. Ой, что-то, что-то, да. Что-то мне кажется, земля никогда не станет центром для этого рынка. А, почему, почему земля-то? Вот, у нас же этот, мир кольцо. 150 влияния. У нас нет столько влияния. По-моему, все плохо. О, труппа мастеров. Интересно, до свидания. Кстати, наши флотилии могут... А давайте наши флотилии сейчас потренируются на этих мега плавунах космических. Почему нет? Заодно и потренируются. Зато посмотрим, что с них падает хоть. Давайте. Атаковать, поехали. Надеюсь, они не успеют улететь. К тому моменту, когда мы к ним подлетим. А ну-ка, а ну-ка. Опа, все, полетели от нас. Ой, ай, шо делается? Ой, красиво. Истреблены. Фу, редкие газы, денежки. К счастью, у нас пока это пока что не запрещено убивать таким образом плавунов космических. И научная регенерирующая обшивка можем изучить. Прикольно. Научный корабль. Сходи это, исследуй, окей. И у нас, у нас радость терраформирования закончена. А оно, человек, блин. А зачем столько планет, я понять не могу, конечно. Но это круто. Явно круто. О, нам еще и каких-то корветов давали. Зачем мы корветов дали? Боже мой. Распустить, к черту. Кораблики наши починились. И давайте-ка всяких вот этих... А, две тысячи много. Вот-вот всяких таких по 700, по 500 вот этих ребяток поубиваем, чтобы мы могли позанимать вот эти территории. И беспрепятственно, значит, здесь строиться, заниматься. Кто-то оскорбил. О, наши старые друзья, помните их. Вот они, наши старые друзья. А можно по отношениям как-то отношения... О, их вообще все не... А, потому что они поборники чистоты. Их и должны все ненавидеть. Проблем нет, вопросов тоже. Обнаружение Приктич. Археологический проектик. Почему он обнаружился так резко и понятно? Ну, ладно. Обнаружился и слава богу. Так, аграрный мир кольцо. У нас все очень плохо с благами. Но это все из-за населения, потому что... Рабочие... Ну да, они с ученых вообще ходят. Просто нужно куча населения сюда и все. Где же его взять, это население? Только с рабов. А у нас еще не построено здесь. Ну, все. Ох, грустно все это. Размер государства, кстати, у нас страдает из-за этого почему-то. Почему-то... А, кстати, да, почему-то бюрократ. Бюрократ. А у нас, да, кстати, реально нужно уже порастроить. Проблемы в рыжь. Что это? Пацифизм. Пацифизм. Ой, пацифизм. Зачем? Мы же милитаристы. Зачем пацифизм? Ладно, у них и так счастье вроде как... Вроде как высокое. Да. Все. Подавленная оппозиция. Тем более, это на время всего. Нормас. Преступность сразу возросла. Нормально. Так, а за что вы, кстати, голосуете? Щит на изготовку. Или за что? Я не понимаю. Сенат на сессии. На какой вы сессии? Стандартизация сленга. Я, по-моему, за это голосовал. Потому что объем торговли, да, содержание бюрократа, это, конечно, неприятно, но мы в целом за это. И, кстати, в Мире Кольце... Блин, если я здесь построю гражданские предприятия, это просто будет бесполезно. Просто, ну, вы понимаете, почему бесполезно. Потому что у нас они не работают даже. Кстан, робомоддинг. Обратите внимание, мы... Почему мы человека не можем промодифицировать? А мы еще не раскачали, понял. А вот робота можем все создать. По-моему, через... Да, создать шаблон это делается. Так, теперь вы. Вы. Кем вы хотите стать? Скорость сбора по сети. Что это? Блин. А можно вас, пожалуйста, сделать просто разумными, чтобы вы... Ну, ну че, они минералы могут добывать. Они могут пищу добывать. Не то и другое нам особо-то и не нужно, на самом деле. А тут все про жилье, про содержание, все остальное, да? Ну, давайте минералы, че-чего. Примените шаблон. Примените шаблон. Сколько это будет с тобой? О, боже мой. 14 месяцев у нас просто технологии встанут в ноль, чтобы прокачать этих роботов. Ну, кстати, имеется рост. О, молодые люди все-таки приезжают к нам. Подожди, реально? Или я что-то... Нет, у нас пока они не отражены. Что-то они все-таки собрались лететь. И вроде передумали резко. И еще, кстати, мир, который можно колонить. Опять же, я не знаю, зачем столько колоний. Вы, пожалуйста, напишите. Правильно я делаю. Я ничего не понимаю. Тупо ноль. В этой игре вроде как интересно мне. Вроде как я себя с стороны таким дебилом чувствую. Невероятным. Просто дебилом. И как на самом деле, я не знаю. Считай, что в первый раз в игру зашел плоты. А, это я прилетел с ними бодаться. Это я помню. А теперь можно людей сделать. Венитически одаренными. Так, что мы хотим? Может быть, продолжительность жизни себе вкачать? Товары массового спроса, может быть? У нас есть минус по товарам. Довольно часто я видел то, что помирали наши прокаченные лидеры. Поэтому давайте мы, наверное, продолжительность жизни качнем себе. Создадим шаблон и применим шаблон. Бум. Сколько, сколько? 29 месяцев. По-моему, это несравнимо. Типа, 10 роботов переделать. Или 105 людей. Ну, с людьми вроде как побыстрее даже проходит все. Ладно, поехали их ломать, мочить. Еще какую-то флотилию мы получили. Сальвагетфлит. По каким-то мы событиям получаем флот. Крайсер? Что за крайсер? Покажите мне этот крайсер. Тихо, объединитесь. Ой, как бы тебя посмотреть, крайсер. Оу. Рельсотрончики всякие. Регенерирующая обшивка. Нормальный крайсер. Что? Что можно сказать? Так, но у нас, как бы, в несмесь флотилии не очень. И даже не знаю. Ладно, пускай пока они стоят. Пускай на верфи у солнца тусуются. Галактический рынок основан в какой-то системе. В какой-то? У нас? У нас в системе основан рынок. Рыночный ком. О, я вообще ничего для этого не делал. Но, да. У нас теперь есть галактический рынок. Это где-то отрежено, простите. Не знаю, где это написано. Но рынок у нас, как бы, да, жесткий. Нормально. Ночью рынок, да, абсолютно ничего для этого не делал. Зачем вы мне просите активировать что-то? Не нужно. Рынок четко. Рабы. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Нет рабов на продажу. Своих рабов тоже не хочется продавать, на самом деле. Робот. Кстати, роботов можно собирать на продажу. А можем ли мы продать? А мы что, не можем продать своих вот этих рабов органически? Или запрещено продавать? Я не пойму. Предложение есть пока, что запретить торговлю рабами-органиками. А литойды это органики? Я что-то сомневаюсь, что это органики. Ну ладно. Ну ладно. Мы не можем продать своих этих рабов почему-то. Почему? Опять же загадка. О, робота все-таки кто-то продает. Реально? Какие-то интересные роботы. Но у нас тут хотело товары массового спроса. Блин, я же рынок открыл, да? Товары массового спроса. Рынок. Можно ли мне их, подожди, не то купить? Купить, купить, купить. Пожалуйста, тысячу штучек. Спасибо большое. Нужно все-таки их производить как-то, потому что это не вариант. Рынок рабов. Кран-принц. Нет, 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 нет. Куда мы хотим? Мы в про... В наше, это, изобилие? Изобилие. Блин, как? Зачем я так их назвал? Непонятно. Хоп. По-моему, их было трое, да? Ну ладно. Традиции. Почему-то я купил рабов сразу традиции стали доступны. Понимаю. Так. Скорая строительство, стоимость, содержание кораблей, вместимость флотилии. Сюда. Красиво. Вот что-то мне не нравится наша мега-полиция-патруль. Ну, что-то она не сильно-то успевает, потому что... Ну, она только что отсюда вылетела, и все. И тут уже снова пиратство красное. Я, конечно, я гуглил, я честно вам скажу, гуглил, смотрел гайды, как побороть пиратство, ну и в целом про торговлю. И... Что-то я где-то там слышал, что как-то можно... Как вы называетесь? Космические базы как-то можно поставить, чтобы... Торгов... Это пиратство не было. Я слабо понял, как это работает. Видимо, видимо, я в какую-то систему, которая лежит на торговом пути, ставлю мега-мега базу и улучшаю модулями на военную какую-то вещь, которая будет дефать торговлю. Там будет написано про это. И я так понял то, что вся вот эта вот торговая полоска, она будет защищаться от того, что здесь есть военная как бы... Я все непонятно объяснил, я понимаю, но попытайтесь меня как-нибудь понять с трудом, попытайтесь. Правильно я думаю, правильно я считаю, или в целом, как побороть пиратство, потому что для меня это сейчас загадка от Жака Фреско. Номер один загадка. Мы можем прокачать знания об Эльвратах. Что это вообще такое? Наномашин, знания об Эльвратах. Какая хта? Боже, Эльвратах. Это так страшно звучит, выглядит вообще. Хрен узнать, что это такое. О, кто-то Федерацию основал. Жестко, а кто? Я так и не понял. Они и они. Так, если я про них что-то слышал. Федерация Star Science Federation. Поиск. А как-то можно? Ну, они вроде как одним цветом становятся, да? Друзья, а вы где? Вы кто? Так. Вы, вот они, да? А ваш Мега Федерат? А ваш Мега Федерат? Вообще на другом плане, в конце галактики, ничего себе. Ну, Федерация это страшно. Федерация это сильный наш противник, поэтому нам тоже нужно делать Федерацию, да? Причем не только им они предлагают Федерацию. Ой-ой-ой, походу сейчас будет какие-то... Подожди, нам нужно качать срочно Единство и вкачнуть в Федерацию. Вот возможность основать Федерацию, вот она. Это срочно нужно качать. Но сначала принять, а потом качнуть. Значит, нужно два раза потратить Единство. Потому что Федерация... Вот я, конечно, не особо в Федерациях играл и про них знаю. То, что Федерация это жестко, это страшно, знаю даже я. На границе, ну практически на границе с нашим соседом, я улучшаю Звездный Порт. Ну, чтобы взять, например, на два торговлю. Чтобы вот это себе захапать, вот это, вот это. В частности, когда мы будем расширяться. Я надеюсь, что мы будем расширяться вот это. Ну, заиметь кучу себе торговли. Мне придется и этот путь еще патрулировать. Нет, скажите, что это неправда. Блин. А подожди, а вот этот вот, они отдают куда-то торговлю? Юнак вот этот вот. Он же, ну, торгует? Нет? Ну, вроде, если не тянется полосочка, значит не торгует. А че он, кстати, не торгует? Он же, типа, планета, юнак, все дела. Вот торговля три. Так, канал для совместных исследований. Научные станции производства плюс... Ну, научные станции это... Давайте мы против будем тысяча. Ух, все замы такие. Блин, а если... Странная фабрика. А если я против этой резолюции? Но все остальные ее примут, я буду обязан, типа, ее выполнять, да? Странный вопрос, конечно, обязан. Ой, рабов выкинули. Четко, четко, не, не, не кроет. Венграл. Нет, нам венгралы не нужны, потому что высокогорный мир не кроет. А вот я роботов, вот я куплю роботов. Вот это да, это я понимаю. А венгралы нам не нужны. Хоть они тут прокачаны какие-то счастья, минус, минус 10 везде. А, ну да, ледяных миров у нас нету, к счастью, к счастью нету. Еще нас куча, куча колоний основана вот здесь одна. И вот здесь одна. Ну, вы, наверное, это видели. И мы еще можем терраформировать еще вот здесь, допустим. Терраформация, континентальный мир сюда. И у нас будет еще больше планет. Еще больше колоний. Еще больше населения. И вообще мы жесткие будем. И размер государства. Качтись, пожалуйста, в бюрократический центр. Нам нужно сюда переселить три человечка. Три человечка. Процветание. И мы это сделаем с наших неблагополучных миров. Вот сюда. Раз, два. Четко. Теперь. Безработные, да? Мы сейчас возьмем вот качтение. Добыча газа, кстати, мы можем взять себе. И не торговать уже с этими, скажите мне. Ну, с торговцами. Не давать им 20 энергокредитов в месяц. Капец, у нас экономика. Велика. И обильна. И мощна. Генная клиника. Нет, административные здания. Вот сюда. Так. Я так понимаю, у нас рабочие люди апнутся до специалистов, а их место займут. А, так они рабочие, у нас как раз и люди. Нормас. Нормас. Так, еще можно что-то на земле построить. А, я знаю даже, что мы можем построить на земле. Гражданские предприятия. Почему бы? А, нет, рабостроительный завод. Сюда. Потому что население нам нужно куча. Заселять наш мир. Мир кольцо. Мир кольцо. Боже, сколько у нас. Тридцать четыре свободных мест. И я активно сюда засылаю все больше и больше поселенцев. Благ у нас. А, ну да. Клерки-то не работают. Откуда с блага? Правда? Правда. И, и. У нас переселяются соседних этих. Ту-ра-тиан. Грибови. Грибы. Инженеры. И опыт лидера. Но это неинтересно. У нас тут не лидеры. Они рабы. Почему они к нам едут, если они рабы? Сори. Не понял. То есть, у них на родной планете все настолько плохо, что они готовы просто ехать, бежать к нам, чтобы стать у нас рабами. Что-то жестко, по-моему. Рабы. Резиденты, кстати, могут быть нашими. Блин, а вообще, ну, типа, не обижайтесь, ваше правительство не обижается, что вы у нас рабы, вообще. Минимум живут солдаты. Запрещена колонизация. А что, какой у вас родной мир? Ну, это уже не актуально нам, потому что мы тереформированием занимаемся. Так, миграция. Подожди, если мы закроем для них миграцию, они не смогут лететь к нам из вот этой вот империи соседней, да? Рабы просто летят из родных, тупо, насиженных мест, чтобы стать у нас рабами. Может, они не знают то, что у них есть рабы? Может, им рассказать как-то, ребят? Вы рабы, как бы, у нас. Если что, ну, не летите. Ладно, нам это только. Ладно, мы довольно уже долго записываем. Скажу вам честно, голова просто мега квадрат. Миллиард информации, которую мне очень сложно переварить. Еще куча механик, которых я не разбираюсь. И надеюсь на вашу помощь и поддержку, потому что только с вашей помощью, типа, я могу хоть что-то понять в этой чудесной игре под названием Stellaris. Ну, вообще, в целом-то, я игру мало смотрю, крайне мало. Я даже не знаю, продолжать ее записывать или нет. В общем, жду ваш ответ в комментариях, вашу реакцию, ваши комментарии. Вот, сейчас вот так вот делаем, чтобы увеличить на превьюшечке изображение нашей империи. А в целом будет фон, вот. Главное не забыть, что я запланировал. Давайте мы вот так, пускай она будет с этой стороны, а здесь будет у нас. Ну, вы увидите. Если вы не видели превью, сверните там, разверните, увидите. Что это такое, кстати? Ага, ладно, баги, баги какие-то. Ну что, друзья, как вы поняли, как вы уже, несомненно, поняли, я даже аж такое. На этом с вами буду прощаться. Этот ролик на сегодня завершен. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик или лайк, или лайк, и лайк, и колокольчик. И на этом, пожалуй, сегодня все. Спасибо, что были, спасибо, что смотрели. Как-то так. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...